Изучение родословной в наши дни становится все актуальнее. По данным в ЦИОМ, более 90% россиян интересуются историей своих предков. Для жителей нашей области узнать информацию о предыдущих поколениях стало проще. На информационном портале архивы Тверской области в свободном доступе размещена картотека «Генеалогия». Как работает сервис, из чего лучше начать поиски, узнала Наталья Чегет. Кем были предки, чем они занимались и где жили. Интерес к истории собственной семьи возникал практически у каждого человека хоть раз в жизни. Однако многие задаются вопросом, с чего начать поиски родственников. Как рассказывают специалисты Тверского архива, важно знать год и место рождения, а также имя отчества предка. К слову, последняя информация имеет важную роль для поиска в документах. Особенность нашей губернии в исторический период и вообще ряду сопредельных территорий была такова, что в документах не фиксировались фамилии. Поэтому положительный результат поиска зависит от нахождения, соответствия между именем родившегося, именами его родителей, места и года рождения. В первую очередь те, кто изучает родословную, обращаются к метрическим книгам и исповедным ведомостям. На их основе составляют семейное древо. Зачастую, чтобы узнать необходимую информацию, требуется потратить много времени, работая с архивными документами. Изучить дела в нескольких экземплярах, которые бывают объемом около двух тысяч страниц. И не всегда удается найти нужную информацию с первого раза. Для того, чтобы найти конкретный документ в этом большом деле, человек сталкивался с описью, в которой не было расписано, естественно, полное содержание этого документа. Потому что в короткий заголовок невозможно включить полное содержание. И он мог видеть только метрическая книга по Корчевскому уезду за 1834 год. Теперь поиск сведений о предках стал проще. На информационном портале архивы Тверской области в свободном доступе размещена картотека генеалоги. С помощью сервиса «Погоду, уезду и названию поселения» можно отобрать необходимые документы. Допустим, мы знаем, что наш предок родился в Корчевском уезде в 1834 году. И знаем, что он родился в теле Юрьевской девичьей. Нажимаем «Найти». И вот у нас сразу выясняется, что в нашем архиве есть два экземпляра таких документов, конкретно со страницами. Для оцифрованных дел доступна интерактивная ссылка для перехода к услуге по удаленному просмотру оцифрованных документов. В Государственном архиве Тверской области хранятся документы первой четверти 18-го и начала 20-го века. Повышение доступности архивных и информационных ресурсов региона проводится в рамках программы «Современные архивы». На период 2024-2029 годов, утвержденное на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.